Ты чё с... Вообще, пидор. Всем привет, меня зовут Тимур, и сегодня я снимаю своё новое видео, которое будет называться «Мои мечты». Если вам интересно такое видео, то продолжайте его смотреть. Поехали! Итак, давайте начнём с того, что в этом видео я не буду рассказывать о каких-то глобальных мечтах, типа, чтобы в мире всё было хорошо, или родители были всегда здоровы, это понятно, да? В этом видео я хочу более рассказать о каких-то материальных и жизненно важных вещах для себя, о которых я мечтаю и хочу, чтобы которые сбывались. Первая моя мечта – это объездить Европу. Я очень хочу побывать во всех столицах Европы, мне безумно нравится архитектура Европы. И пока я не был в Европе, мне очень грустно, и моя такая самая глобальная мечта – это объездить всю Европу. Вторая моя мечта – это поехать с друзьями на море, потому что я с друзьями никогда не был на море, а показывают в фильмах, я очень много смотрел фильмов, как там ездят с друзьями отдыхать. Это очень прикольно, весело, поэтому, да, вторая мечта – я очень бы хотел поехать на море с друзьями. Третья моя мечта – это выйти на новый уровень отношений с человеком, который мне нравится, потому что с человеком, который мне нравится, мы даже не общаемся, и мне от этого очень грустно, поэтому я хочу сейчас начать общаться с этим человеком, и вот я иду медленно к своей цели. Четвёртая моя мечта – это жить вдвоём с любимым человеком в одной квартире, потому что, ну, мне уже 16 лет, мне кажется, такой возраст, когда уже хочется куда-то уехать. Мне очень нравится, я себе когда представляю, когда живёшь с человеком, постоянно вы вдвоём, только в квартире, делайте, что хотите, можно готовить, ничего не делать, делать, короче, весь день просто проводить вдвоём, поэтому это моя четвёртая мечта, я очень хочу, чтобы эта мечта сбылась. Пятая моя мечта – это то, чтобы про меня сделали типа слайд-шоу или что-то, я видел, потому что у многих блогеров, как им фанаты делают из их фотографий под хорошую музыку, очень душевные видео, и, боже, меня это очень вдохновляет, я очень надеюсь, что у меня есть такие фанаты, или, может быть, их нету, но когда-нибудь будут. Это моя одна из самых таких желанных мечт, потому что это настолько прикольно, человек делает для тебя такое, я не знаю, я очень хочу, чтобы кто-то сделал мне такое видео из моих фотографий. Также я хочу, чтобы про меня когда-нибудь сняли документальный фильм про мою жизнь, как я вообще, кем я был и кем я стал, и я надеюсь, ну, это такая глобальная мечта, но надеюсь, что когда-нибудь она начнёт сбываться, и поэтому просто мне, я хочу такую мечту у себя в списке, почему бы и нет, живём один раз. Шестая моя мечта – это самому поучаствовать в съёмке фильма, потому что, ну, я видеоблогер, я человек, который разговаривает с камерой, это уже само по себе как-то странно, и поэтому я люблю разговаривать с камерой, и хочу сняться в фильме хотя бы какую-то эпизодическую роль, но всё-таки хочется главную роль, конечно же, но надеюсь, когда-нибудь что-нибудь мне выпадет, потому что, ну, я живу в стране, в которой талантливые люди есть, и, может, меня кто-то заметит, и я всё-таки снимусь в каком-нибудь фильме. Седьмая моя мечта – это увидеть многих популярных блогеров вживую и пообщаться с ними, потому что они настолько прикольные люди, они такие видео снимают, что многих из них я хочу очень увидеть в реальной жизни, поговорить с ними, какие они. Восьмая моя мечта – это то, что я очень хочу очень много эксклюзивной одежды. Именно, знаете, не каких-то кофт, джинс, да, а какую-то эксклюзивную специально для тебя пошитую, которая есть только у тебя, а не ещё у полгорода, да. Поэтому я очень хочу, чтобы у меня было больше такой одежды, и я надеюсь, что когда-нибудь, когда у меня будет… Когда я смогу себе позволить такую лакшери одежду, я очень много себе такую сделаю, закажу. Девятая моя мечта – это то, что я очень хочу ровные зубы. Девятая моя мечта – это я хочу на 18-летие спрыгнуть с парашюта. Я уже мечтаю лет с 13 это сделать, но я себе уже в таком сознательном возрасте поставил чёткую цель – прыгнуть с парашюта в 18 лет. Я надеюсь, что эта мечта сбудется, потому что, ну, мечты должны сбываться, и я надеюсь, она не исключение. Одиннадцатая моя мечта – это то, что я очень хочу собственное дело или бизнес. Я, например, очень долго, ну, с детства где-то, с 10 лет, мечтал, чтобы у меня был свой ресторанчик или кафе какое-нибудь, да. И я надеюсь, что тоже где-то уже в таком более пожилом возрасте у меня будет своё собственное дело, потому что, ну, мне кажется, у каждого человека должно быть что-то. Ну, я хочу после себя оставить лично у меня уже такой маленький какой-нибудь ресторанчик, или ещё что-то. Ну, мечта почему бы и нет. Двенадцатая моя мечта заключается в том, что я очень хочу знать идеально свой город. Чтобы, типа, знаете, тебе сказали улицу, и ты мог сразу ехать туда, не узнавать по вот таким приёмникам, всякие GPS, где это находится, на каком конце города. Поэтому я очень хочу изучить свой город и знать его идеально. Тринадцатая моя мечта – это то, что я очень хочу, чтобы меня оригинально поздравили с днём рождения. Знаете, например, когда ты просыпаешься, а у тебя вся комната в шариках, так красиво просто, дух захватывает. Или, например, ты идёшь к окну, а там вот такая у тебя надпись «Здоровая», где тебя поздравляют очень хорошими словами. Это очень моя большая такая мечта, грандиозная. Мне ещё никогда никто не поздравлял так, мне очень обидно от этого, и я очень хочу, чтобы меня так поздравили. Не знаю, очень мечтаю. Или ещё я мечтаю, чтобы меня поздравили, например, с друзьями поехать куда-нибудь, да, вот так где-нибудь они меня вывели куда-нибудь на мост, и такие, типа, салют устроили, да, и потом начали все поздравлять. Мы поехали куда-нибудь туда на ночь с ними, в ресторан какой-нибудь или на квартиру к кому-нибудь. Поэтому я мечтаю, чтобы меня кто-то так поздравил с днём рождения. Я надеюсь, будут в моей жизни такие люди. Но почему бы и нет? Я мечтаю о таком. Четырнадцатая моя мечта заключается в том, что я очень хочу побывать в какой-нибудь южной стране, типа Африки, где всякие такие водятся животные дикие, посмотреть на это всё, как это выглядит в жизни, потому что, ну, по телевизору или по интернету, когда смотришь, что-то всё же нереальная жизнь. Поэтому я хочу попробовать, как это будет в реале. Может быть, лет в двадцать я поеду куда-нибудь, когда уже смогу поехать туда. Я очень мечтаю побывать в южной стране. Пятнадцатая моя мечта заключается в том, что я хочу побывать на небоскрёбе, где-нибудь на этаже двенадцатом. Желательно, конечно, с любимым человеком смотреть на этот весь красивый вид. И желательно где-нибудь в Америке, да, потому что, ну, они славятся своими небоскрёбами. И такая вот тоже, в общем-то, своеобразная мечта, потому что, ну, это достаточно прикольно сидеть где-нибудь, типа, у нас свидание, романтический ужин, и рядом с тобой твой любимый человек. И вы такие сидите, с двадцатого этажа где-то смотрите, а там вот такие все маленькие люди, весь маленький город. Не знаю, очень мечтаю о таком. Очень многие засмеются, потому что шестнадцатая моя мечта заключается в том, что я хочу себе фотосессию интимного характера. Да, у меня был опыт с такими фотографиями, и мне очень за него стыдно, потому что получилось всё не очень, не так, как я хотел. А вот сейчас я хочу настоящую профессиональную съёмку, чтобы было всё как надо, и, в общем-то... В чём проблема, почему бы и нет? Надо только набраться смелости и заказать такую фотосессию. Семнадцатая моя мечта заключается в том, что я очень хочу закончить школу, чтобы быть свободным человеком, потому что без школы ты можешь всё. Ездить куда хочешь, у тебя свободное время, можешь хоть на работу идти, хоть учиться, хоть ещё что-то. Ну, просто. Поэтому очень хочу закончить школу, и чтобы быть свободным, полноценным человеком. Восемнадцатая моя мечта заключается в том, что я очень хочу себе машину, потому что, ну, как-то с кем-то ездить, это не очень. А вот когда ты сам за рулём, ты едешь, слушаешь музыку, как хочешь, да, это совсем другие эмоции, поэтому я очень хочу себе машину, и я буду идти к этой цели очень настойчиво, с упорством, и не буду останавливаться на этой мечте, потому что, ну, я очень сильно мечтаю о машине. Девятнадцатая моя мечта заключается в том, что я очень хочу помогать людям, типа, сиротам всяким, другие, которые не имеют возможности в чём-то себе помогать, как-то себя улучшать, я хочу им давать вещи, которые они не могут себе покупать, или еду, или ещё что-то, понимаете, какие-то детдома помогать, но я надеюсь, когда у меня всё будет хорошо, когда я уже буду таким нормальным взрослым человеком, я смогу осуществить эту мечту и помогать людям. Двадцатая мечта – это отправиться в тур по Америке с любимым человеком. Что может быть лучше, чем ездить с любимым человеком по городам, отдыхать, узнавать что-то новое, такая самая, наверное, лучшая мечта из этого списка. И вот такая вот мечта. Больше ничего не хочу говорить, потому что, ну, блин, с человеком ездить по Америке, что может быть в жизни лучше? Живём один раз. И так вот таким получился мой список моих мечт. Я надеюсь, вам понравилось, вы не считаете их слишком эгоистичными. Пишите в комментариях, какие у вас мечты, о чём вы мечтаете. Может, у нас вообще есть похожие мечты, и мы вообще такие братюни. Я надеюсь, что понравилось это видео. Я вам рассказал о себе, вы узнали обо мне больше. Поэтому спасибо за просмотр этого видео. Ставьте палец вверх, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, не будьте желобами. Извиняюсь, конечно, за это слово, но что вам стоит подписаться? Подпишитесь, и будет вам счастье. Я вас всех очень люблю. Целую. Всем пока.